всем здравствуйте я всех приветствую на своем канале своих любимых дорогих подписчиков и тех которые первый раз ко мне зашли на канал а сейчас будет расклад для женщин и тема будет такая что же он чувствует вам нужно будет выбрать одну цифру или же одну карту чисто интуитивно представьте образ своего мужчины и мы сейчас все посмотрим я выложу нога 6 карт с вопросом что же он чувствует первая карта вторая карта третья карта четвертая карта пятая и шестая чисто интуитивно выбирайте любую подумать о своем мужчине и мы посмотрим что же он чувствует выбрали тогда поехали первая карта цифра номер один что чувствует к вам вы знаете какой-то некий холод он чувствует что вы с ним жестоки чтобы достаточно к нему где-то жестким в принятии какого-то решения где вы его просто знаете держите может быть как-то на расстоянии чувства между вами холодные может быть вы после ссоры и может быть ссора была с вашей стороны и он где-то внутренне понимает что вы хотите с ним уже сойтись помириться но за счет вашего жесткого характера вы это сами сделать первое не можете вы ждете когда же этот мужчина сделает первый шаг и он у вас хорошо знает еще кстати что он думает о ваших с ним отношениях сейчас на данный момент что он повешенный не то что тоже он что ваши отношения в таком состоянии кто-то из вас жертва но скорее всего это он он таким себя видит что вы его так знаете держите не в понятно в какой ситуации и он ничего понять не может он нужен вам нет что у вас там вообще происходит и что происходит вообще в отношениях не понять однозначно здесь нужно смотреть потому что здесь какие-то подводные камни у вас такие сложности вообще но отношения это зависли в воздухе они никак абсолютно не развиваются ни в лучшую ни в худшую сторону и этот мужчина чувствовать себя жертвой в отношениях его намерение по отношению к вам знаете он хочет наладить с вами отношения он вас нуждается вашей помощи вашей поддержки вас как красивой женщины вы же все можете понимаете и советом и денежка если надо и помощью какой-то и накормите я не знаю и спать уложить то есть вы все для можете для него сделать он это знает он вас нуждается как мамочки чуть ли понимаете неважно сколько вам лет он вас видит такую очень мудрую как бы взрослых духовную женщину и какой же итог у вас будет какой итог холод будет присутствовать до между вами и здесь все-таки итог будет зависеть от мужчины может быть этот мужчина возьмет все в свои руки и уже будет четко определять что надо хватит быть уже жертвой да или же может быть какой-то другой мужчина король мечей когда кто-то входит в отношении как бы 3 и берет все тоже в раздоправление своей руки здесь невозможно однозначно сказать но итог будет под давлением какого-то мужчины и еще ваше отношение все равно будут такими же жесткими я так понимаю с этим мужчина наверное по-другому никогда с ним только так надо хорошо дальше кто загадал цифру 2 вторую карту здесь у нас что он чувствует к вам да вы сами не знаете что он чувствует потому что здесь карта луны а карта луны у нас показывает всегда иллюзии страхи он боится может быть он вас боится может быть он видит вас врага у этого мужчины немножко знаете психика какая-то странная возможно травмы были в детстве может быть неполноценная семья и он достаточно сам по семье такой закрытый и они перед кем никогда не открывается так учение тоже себя не знает какой же он сам на самом деле я не знаю как вы с ним сложно наверно вот такие мужчины конечно сложно а может быть он просто так закрылся в последнее время от вас все может быть все таки это общий расклад и надо смотреть на определенного человека что он думает о ваших с ним отношениях что он думает что все в принципе идет так как надо да там с порывами страстью с чувствами может быть какими-то до сексуальной энергии вперед движусь но в какой-то момент у кого-то разворачивается или думает так подождите чуть я не то делаю по моему я по моему не в ту сторону двигаюсь не так нельзя нет 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 так разворачиваемся то есть такое ощущение знаете как будто он себя контролирует свои эмоции свой порыв свою дорогу к вам он контролирует он не дает себе знаете как ай понесся да я люблю я хочу быть с этой женщиной все нет здесь как будто так стоп стоп так что я делаю что я делал так не пойдет она не заслуживает этого разворачиваемся назад его намерение по отношению к вам какие могут быть намерения он все равно будет приходить и будет уходить я вам говорю сто процентов потому что с вами чувствует себя одиноким он чувствует с вами холодным себя вы его не любите не хотите не чувствуете я понимаю вы мне сейчас скажете конечно если он так разворачивается на полпути зачем мне нужен ну вот он разворачивается потому что он чувствует от вас вы знаете вы оба хороши вы не у вас нету притирок притереться не можете друг друга понять себя не можете конечно если там луна если у него чувства к вам такие непонятные что хотите от этого мужчины вы никогда с ним нормально не будете общаться и отношения вас не выпущу оба с ним одинокие вам холодно голодно бедно как-то понимаете это все вместе в целом ничего хорошего он еще будет приходить и уходить также какой же итог итог какой итог вы работаете до занимаетесь своим делом неважно каким но что-то делаете сами может быть художник может быть дизайнер может быть просто работайте над чем-то этот мужчина рядом он присутствует незримо вот он может быть он вас видит он за вами наблюдает в соцсетях интернете на работе поглядывать в щелечку до или замочную скважину как вы там работаете он незримо присутствует потому что тень его есть вы его не видите он то вас видит вот такой будет итог ничего хорошего честно говоря дальше то загадал а цифру 3 и так что чувствует он к вам ну что он чувствует он вас прекрасно понимает то есть вы ему нравитесь потому что вас есть вот то чувство материнская заботливая что одного для вас на первом главном месте это все-таки семья и вы хотите семью как полную чашу где будет присутствовать и супруг и дети и родные и близкие все мимо он вас видит как хорошую порядочную культурную хозяйственную домашнюю женщину так что он думает о ваших с ним отношениях но он думает что он вас покорил не важно как не важно как вы как вы ему достались боем или нет с хитростью с обманами или нет не важно важно те эмоции которые он получает с эта женщина моя вот что самое главное его намерение по отношению к вам знаете он торопиться никуда не собирается он будет с вами вежлив он будет с вами осмотрителен будет с вами за вами наблюдать за вас дальше изучать но естественно будет очень очень учтивым внимательным джентльмен будет к вам хорошо относиться но и не ждите от него каких-то резких быстрых действий что-то да он не он никуда не торопится все что он делает он делает медленно спокойно разумно с мудростью какой-то мужской свои подходом таким до рациональным и только тогда он берется за что-то также он выбирает друзей себе также он выбрал и вас какой же итог у вас будут будет с ним какой итог вы знаете этот мужчина все равно он будет как противодействие не нападаете на него и ничего плохого не увидите он знает себе цену он знает кто он он знает как он себя ведет вот я вам перечислил только что мудрость до разумности так далее все в нем это присутствует поэтому не надо выучить не надо ему говорить сделать сейчас это после завтра сделает то вы скажите что вы хотите от него но указывать ему не нужно он никогда никого слушать не будет потому что по той причине что он сам хозяин своей судьбы неважно это мужчина молодой или старый он такой это надо понимать у вас такой мужчина очень такой я бы сказала самостоятельный тип которая очень рано скорее всего встал на ноги всего добивается сам без ли какой-либо поддержки но я считаю что без какой-либо поддержки да и этот мужчина знает себе цену он знает свой характер и он знает что он хочет все и вы такими воли или принимаете или не принимаете третьего не может быть итог будет такой не лезьте к нему ничего плохого не увидите будьте просто рядом поддерживаете его будьте как опора как женщина который рядом с мужчиной который советует помогает и он вам знаете он через какое-то время может быть вам звезды с него начнет доставать к вашим ногам от этого мужчина можно ожидать чего всего чего угодно главное чтобы быть его опорой семьей верность главное еще и верность для него да дальше кто загадал цифру 4 здесь а что он к вам чувствует удовольствие он получает с вами неимоверное удовольствие возможно вы хорошая хозяйка вы накрываете столы приглашаете его романтические ужина музыка может быть где-то в кафе мороженое там а в ресторане где-то сидите встречаетесь с праздниками с друзьями в компании какой-то вы оба получаете удовольствие но он особенно конечно да потому что он чувствует удовольствие он знаете он получает удовольствие когда он видит вас как вы крутитесь наверно на кухне или что-то готовите за столом он он вообще он не то что вот это вот лишь бы покушать да и уда и получить от этого нет он получает удовольствие виде вас какая вы хозяйственная какая вы умница как вы вкусно готовить как вы можете все это преподнести сделать красивую сервировку на столе включить красивую потрясающую музыку да он все это замечает все это видит и он на все это обращает внимание он делает выводы своя себя о вас так что он думает о ваших с ним отношениях башня кризис ничего хорошего хотя вы знаете кризис это не в прямом смысле что да все валится рушится такой тоже может быть но этот мужчина может думать о том что как-то все надоело устарела устарела надо что-то менять в отношениях дом поменять квартиру не знаю может быть пригласить ее куда-то есть вы только встречаетесь да то есть что-то поменять потому что он понимает что надо уже выходить наверное какой-то другой более высокий уровень женщина там не нравится да но как-то все одно и что-то с этим уже делать иногда как-то или прибыла сделать предложение что вместе жить или при или пригласить ее домой познакомиться им родителями да но если только встречаетесь или же есть вместе живете то что так кухня для моей любимой маловато развернуться и негде да вот может быть он прикидывать что вам дом нужно купить кухню побольше ремонт в квартире сделать расширить то что там хочет поменять также это как вариант все-таки башни это на мой взгляд я вижу так это хотя башня сама по себе она является только кризисом это разрушение это разлады это разводы это все плохо но не всегда дальше хотя вы знаете о как еще может подумать да мне с ней хорошо мне с ней комфортно я получаю с ней удовольствие но этого мало в отношениях все равно в наших да с ней царит какой-то холод какое-то отчуждение я не могу только вот на том что я получаю с не удовольствие да на это все остальное закрывать на это глаза не могу мне много чего не нравится я хотел бы это поменять я готов все разрушить абсолютно и может быть на всем этом построить что-то новое так он тоже может рассуждать его намерение по отношению к вам какие намерения страхи есть может быть он и хочет от вас уйти он боится он накручивать себя он боится сделать неверный шаг сделать что-то что-то новое привнести и это изменит вашу с ним жизнь и он этого боится может он боится вообще принципе вас потерять он себя накручивает он плохо спит он вертится постоянно по ночам женщины которому мужчинах в браке с мужчинами да проследите как ваш мужчина вообще спит встает ли он по ночам поздно ли ложится он спать потому что вот это да не дает ему даже нормально спать ночные страхи кошмары потому что мужчина он думает обо всем я об этом ваших отношениях он тоже думает и он просто боится он чуть ли не молится уже по господу богу чтобы как-то чтобы не было вот этого кризиса чтобы были вместе может быть какая-то бытовая жизнь давит на вас маленькая квартира много детей еще папа с мамой с родителями с дедушками бабушкой в одной куче понимаете и вот он хочет все это как-то разрушить это все уже и чтобы жить как нормально по-человечески где у вас будет свое гнездышко то наверное вот как то вот так вот какой же итог у вас какой итог сила вы со всеми справитесь по-любому вы не расстанетесь я вам говорю сто процентов потому что карта сила этой возможности не дает чтобы там не говори значит вы из всего из любой ситуации вы пытаетесь выйдете на этот о уровень новый то что я и говорила то что-то этот башни да когда все рушится но на песке я всегда говорю можно построить новое значит у вас будет все так же вы будете и он будет вы женщина кстати очень сильная очень красивая очень хозяйственная до вкусная я бы сказала про вас вот одним словом вкусная вы вкусно везде и на кухне и в постели и по жизни вообще любите жизнь такую какая она есть и получаете так как бы сами тоже удовольствие от этого и это мужчина видит он чувствует и он от этого тоже получает удовольствие хорошо дальше карта номер пять что чувствует он ко мне что он чувствует он чувствует что он разбит смотрите здесь тоже говорить ничего не надо из по карте все видно видите он разбит ему плохо он убит все называется и неважно вы наносили ему вот эти вот раны или кто-то другой ну вот это чувство может быть даже от вас может быть в них нет не хотели но как так как-то так получилось а я не не хотя но вот он такой обидчивый он такой да такой тоже может быть но факт что он чувствует вот эту боль моральную душевную он разбит он все равно что умер вот такие же у него чувства по отношению к вам что он думает о ваших с ним отношениях что он думает что вы хитрите обманывайте сворачивайтесь изменяете воруете я не знаю да тоже можно рассматривать потому что здесь семерка мечей это все идет за спиной видите это он сидит а здесь за спиной действительно этот образ здесь картинку может не очень будет хорошо видно но это рад райдерский такой вот персонаж настоящий классический семерки мечей когда и говорит о том что за спиной у него он чувствует что вот это вы делаете все может быть она и не так но он думает об этом понимаете дальше его намерение по отношению к к вам он будет будет драться видите как реально его даже собак остановить не может абсолютно потому что он хочет крови простите я просто не могу иногда такие серьезные вещи без юмора но никак понимаете никак в нашей жизни ой господи мужчины мужчины поэтому готовьтесь ссоры какая-то неприязнь обиды может быть действительно и драка и все остальное к нему прилагающее это намерение этого мужчины по отношению к вам конечно желательно чтобы это ничего не происходило поэтому если вы с ним не не видитесь не общаетесь держитесь от него пока подальше ну хотя бы на время пусть успокоится пробусь придет в себя какой же итог у вас будет ну какой итог итог солнца господи сколько раз уже ругались смирились будет все хорошо но только я хочу вам сказать одно вы как и все женщины прощаете да но не забываете вот точно так же как это солнце когда уже будет все хорошо он придет с примирением чуть ли не в ногах валяться а вы на него вот так будете смотреть ой не хочу я не надо ради бога не надо мне это уже все в душу так нагадил но не надо уже не надо вот такое ощущение будет дальше что чувствует ко мне шестая цифра шестая карта дам его чувства к вам но я бы сказала страсти огня он вас такой он видит вас очень такой красивой женщиной царственной может быть особой потрясающий сексуальной может быть он вас возвел на этот пьедестал а может быть вы сами именно по энергетике по своему ощущению находить таком неком красивом пьедестале где он на вас смотрит и думать боже мой как мне до нее дотянуться как мне до нее достучаться но чувства у него яркие к вам он хочет вас покорить он хочет вас взять как женщину дальше что он думает об наших отношениях то есть о ваших с ним отношениях что он думает он думает что есть чувство есть любовь есть нежность есть не спитая чаша любви где нам так хорошо должно быть где нам то есть у него главная тема вы и чувства к вам и любовь к вам его намерение по отношению к вам дьявол я же говорю он вас хочет вот когда он вас видит по моему сразу вас и хочет прям на месте физически потому что дьявол у нас искушает у нас привязывает видите здесь смотрите здесь делал тут правда здесь хорошем образе да он она взяла да здесь дьявол женщина просто она взяла и голову мужчины и голову женщины и держит вот точно так же дьявол искуситель держит вас обоих и питает вас страстью сексуальностью огнем любовью чувствами эмоциями мне надо записаться в кружок драматического театра дальше но я надеюсь вы меня поняли да здесь на все понятно а то я иногда когда говорю я всегда думаю что меня люди должны понимать полуслова потому что я всех понимаю с полуслова мне тоже много говорить не надо я уже улавливаю воздухом уже мысль что человек мне говорит а и уже бы я понимаю не почему-то все так кажется что у меня также должны понимать напишите хотя бы вы меня понимаете или нет может быть я как-то переведу свою разговорной свою разговорную речь на какой-то может быть другой уровень более такой подробный разжевывающий да потому что я недавно делала гороскопы и я так поняла что не многие меня поняли что мои слова немножко перековеркали поняли в своем там каком-то ракурсе поэтому я уже так думаю может мне надо как-то по-другому разъяснять как наверное другие да делают мои коллеги когда рассказывает по картам таро каждую прямо так буквально буквально чуть ли не с книги у меня немножко просто свое видение я как чувствую так и говорю хорошо какой же итог у этого дьявола какой же итог но какой же может быть итог это постель но итог что вы будете все равно вместе я ближайшее время могу сказать точно я не могу сказать вам срок потому что здесь все индивидуально но это общий расклад я могу сказать что вы будете вместе конечно все наверно закончится у вас а может быть и не закончится продолжится также постелью вы друг другу подходите а почему нет получается удовольствие от жизни сама жизнь такая короткая да надо все успеть сделать и вы будете вместе и он будет вам предан а вы будете его соблазнять у вас это очень хорошо получается ведите с ним точно также дальше я бы не сказала что игру вы не играете вы вы естественно но вот видите с ним так такие же отношениям и дальше и пусть у вас будет все хорошо вот такой расклад девочки мои красавицы я надеюсь что вы излечете из для себя какой-то урок из всего этого сделайте определенные выводы и будьте счастливы всегда с мужчинами без мужчины и вообще пусть у вас будет все потрясающе всегда оставайтесь всегда красивыми желанными и будьте по-женски счастливы всех люблю всех целую спасибо до свидания